здравствуйте здравствуйте редакция момент истины продолжает свою рубрику вопрос депутат теперь свой вопрос вы можете задать используя мессенджеры ватсап telegram или вайбер лучшие вопросы будут озвучены в эфире нашей программы и также переадресованы для более подробного разъяснения по этому вопросу депутату государственной думы ждем ваших вопросов здравствуйте меня зовут алексей мне 44 года проживаю в городе ростов-на-дону три месяца назад я экстренно попал в больницу с ковид-19 пролежал три недели в реанимации после выписки из больницы я узнал что меня уволили работал в чоп в продуктовом супермаркете работодатель объясняет мое увольнение длительным отсутствием теперь я остался без работы считаю это увольнение незаконным но работодатель не реагирует на мои претензии скажите имею ли я право требовать восстановления на работу добрый день кисть от ветлужских сегодня по под зданиях на работу затор на дорогах визит врачу плохая погода и иногда работники не могут во время прийти на работу или с перерыва трудовой кодекс не описывает термин опоздание но содержит общее понятие нарушение дисциплины труда неисполнение или ненадлежащее исполнение работникам по его вине возложенных на него трудовых обязанностей является дисциплинарным проступком и опоздание на работу соответственно несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка как раз и является дисциплинарным проступка причем таковы могут признать даже 5-минутное опоздание на работу и до совершения этого дисциплинарного проступка работодатель может применить к работнику дисциплинарное взыскание так работодатель может признать опоздание на работу даже за пять минут и не из-за пробок на дороге неуважительной причиной сказав то работник мог бы заблаговременно выбрать маршрут движение вид транспорта или и вовремя все-таки явиться на рабочее место в то же время если работник придет в суд чтобы оспорить наложенное на него дисциплинарное взыскание то уважительность причин опоздания на работу будет рассматривать суд и не всегда опоздание происходит из-за недобросовенности работника прежде чем привлекать к опоздавшему меры наказания работодателю стоит выяснить причины допущенного проступка возможно они окажутся уважительными и не зависящими от самого работника практика показывает что к таковым относят болезнь нарушение в работе общественного транспорта или дорожно-транспортные происшествия выполнение общественных обязанностей иногда и стихийное бедствие или чрезвычайная ситуация лучше конечно если уважительность причины будет иметь документальное подтверждение в виде справки с медучреждения гибдд и так далее уволить работника можно только в случае прогула то есть отсутствие на работе больше без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня и вместе с тем если работнику уже выносилось замечание или выговор или опоздание или любой другой проступок а после этого он в течение года снова опоздал на работу то его могут уволить по основанию неоднократно неисполнение работникам без уважительных причин трудовых обязанностей если он имеет дисциплинарное взыскание для привлечения к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу работодатель должен соблюсти специальную процедуру во первых факт опоздания должен быть зафиксирован документально в том числе в табеле учета рабочего времени там необходимо письменно затребовать у работника объяснительную записку в которой он должен изложить причину опоздания на работу также на составление записки работнику дается два рабочих дня если работник не предоставит объяснительную указанный срок то необходимо зафиксировать с помощью акта это опоздание работодатель оценивает насколько уважительная причина опоздания на работу если признает причины неуважительными то может издать приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего трудового распорядка поэтому сложившейся ситуации работодатель может лишь не оплачивать работнику время отсутствия на работе в рабочее время знайте свои права смотрите кейсы от витлужских будьте в профсоюзах